МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республикам» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня свой рабочий день глава республики провел в Новочебоксарске. Михаил Игнатьев регулярно объезжает социальные объекты города и общается с его жителями. Насыщенной оказалась и сегодняшняя поездка. Глава региона посетил торговые точки, библиотеку, лицей и ответил на вопросы горожан. Главу республики по улицам Новочебоксарска сопровождал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Первым делом Михаил Игнатьев посетил городскую аптеку по улице Советской. Вопросы покупателям и фармацевтам. Глава республики интересовался ассортиментом, ценами и наличием на витринах жизненно необходимых препаратов. Лекарства российского производства здесь выставлены отдельно от импортных. В население какие препараты в основном покупают или просят? Все-таки зарубежные или начинают уже просить у отечественных товаропроизводителей? Вы знаете, население у нас идет по назначению врача, что выписывает врач. А наша задача уже показать всю самовую политику, какая у нас есть. Качество лекарственных препаратов одно и то же. Чтобы человек, пациент понимал, потому что у кого-то какие-то сложные болезни, допустим. Приходя сюда, они еще убедились от продавцов лекарственных препаратов, что в том, кто им выписывал, что здесь. Вот, пожалуйста. Незапланированный визит в магазин. Обходя прилавки, глава республики обратил внимание на наличие товаров чувашских производителей. Половина нужна быть вот так. Пожалуйста, завозная продукция, половина – чувашская продукция. Все. Вы же только сказали, что вы по три вас. Я по три вас. Михаил Игнатьев проинспектировал и цены на социально значимые продукты. Глава республики остался недоволен стоимостью сахарного песка. Здесь дорогой сахар, я вам скажу. 53, 54, а здесь даже 57,8. Это почти 58 рублей. Я не поднимал эти вопросы. К визиту главы не были готовы и местные коммунальщики. Зайдя в один из дворов, Михаил Игнатьев потребовал заменить скамейки и провести субботник. Кто должен чистить территорию? Смотри-ка, мусор. Хотя не так много, но надо где-то убрать, прибрать. Чистота должна быть. Культурой не блещут и владельцы торговых точек. У входа в этот магазин перед главой республики предстала неприятная картина. Неужели не могут? Все потрепано, все порвано. Глава региона ознакомился с исходом реконструкции городского коллектора. Подрядчики укладывают долговечные пластиковые трубы. В пределах нашего города 5909 метров труба, первая очередь. Вторая очередь в стадии проектирования 1800 метров. Наши строители всегда своевременно должны благоустраивать после строительных работ. Даже люди не должны замечать, чтобы там горы грунта лежали, кто-то там, чтобы проваливался. Надо все своевременно делать. В городе Спутники продолжается ремонт дороги по улице Винокурово. Состоянием этого участка уже долгое время недовольны автолюбители Новочебоксарска. Не раз здесь менялся подрядчик новый, намерен завершить ремонт раньше намеченного срока. Мы предложили сейчас, да, предложили верхний стой лодить, как и город Чебоксарск, из полимерно-битвенную гаджу. Мы предложили, сейчас вроде компромисс мы находимся. На который там не трескается. Более прочный битвен, да, более долговечный. Планами благоустройства Новочебоксарска у главы республики интересовались и жители домов по улице Южной. Горожане просят установить во дворах тренажеры. На встрече с главой республики жительница дома пожаловалась на низкий уровень заработной платы одного из врачей. Женщина рассказала, что за свою работу медик получает 10 тысяч, но эта информация не подтвердилась. Выяснилось, что ей платят в два раза больше. При этом средний уровень заработной платы медиков в республике превышает 30 тысяч. Теперь в региональном Минздраве намерены провести проверку. Почему вместо оказания медицинской помощи врач обсуждает с пациентами свой доход? Ответив на все вопросы, Михаил Игнатьев отправился в местный лицей. Сейчас его кабинеты полностью готовы к учебному году. Для развития талантов ребят здесь создали инновационную базу. Качество жизни наущества получается. Я помню, когда вступил в должность президента Чувашской республики в 2010 году, какая обстановка здесь была. И с каждым годом качество жизни лучше и лучше становится. Я ощущаю, что доверие жителей города Новочебоксарска улучшается к органам власти. И органы власти смотрят на жителей Новочебоксарска уже по-другому. То есть вот эта связь выстроена. Власти республики, резюмировал Михаил Игнатьев, уделяют пристальное внимание и вопросам безопасности города-спутника. Отдельные политические деятели, кандидаты в депутаты, отдельные политические партии. Политизировать начинают эти темы. Но с учетом того, что сегодня мы постричались и поговорили с разными категориями людей, сами жители Новочебоксарска не подняли ни один вопрос по этой теме. Это говорит о чем? Политические деятели хотят политизировать тему, но жители абсолютно уверены в том, что вопросы безопасности сегодня на государственном уровне отслеживаются. И когда нужно решать какие-то отдельные вопросы, они разрешаются. В Чувашии распределены субсидии между районами и городами на ремонт дворовых территорий и подъездов к ним. Одними из первых начали осваивать выделенные денежные средства в Чебоксарах. Сколько построят новых парковок, где уложат асфальт, рассказал глава столичной мэрии Алексей Ладыков. Последние пять лет основным критерием получения субсидий на ремонт дворовых территорий было лишь количество населения, которое проживает в муниципалитете. Сначала деньги выделяли из федерального бюджета, позже – из республиканского. В этом году механизм распределения денежных средств изменили. В расчет включили шесть показателей – численность населения, количество домов, дворовых площадок и подъездов, которые не отвечают требованиям, а также их площадь. В июле столичная администрация провела аукцион и выбрала подрядчиков на выполнение ремонтных работ. Подписаны контракты по Калининскому району, выиграл ЗАУ ТУС на сумму 27 миллионов рублей, бюджетная эффективность 6,5%, 1,9 миллионов рублей. По московскому району подрядная организация Дорекс сумма контракта 31 миллион рублей, бюджетная эффективность 0,5%, 157 тысяч рублей. Подрядная организация приступила к выполнению, срок завершения – 15 августа. В Ленинском районе работы начнутся чуть позже, и их завершат к 1 сентября. Всего в программу включены 140 адресов. Помимо этого, во дворах появится 110 новых парковок. Общая сумма затрат – около 90 миллионов рублей. За качеством выполняемых работ следят специалисты строительного контроля. Кстати, в этом году подрядчики увеличили и гарантийный срок на ремонт дорог. Теперь он составляет 6 лет. В других городах и районах республики работы начнутся в ближайшее время. В 2019 год, 2020, мы видим, что все дворовые территории, которые есть в городе Цивильске и в Цивильском районе, есть часть квартирных домов, будут отремонтированы. Порядка двух третий у нас уже начали работы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, муниципалитеты должны грамотно выбирать подрядчика и следить за ходом работ. Они должны быть завершены точно в срок. По пятийным заведениям средь бела дня отправились представители городской администрации. Цель – выявить нарушения. Подробности у Ольги Пырычкиной. Несколько лет назад в России запретили продавать алкоголь в ночное время. А так в Чувашии его нельзя купить после 11 вечера. Однако закон не коснулся заведений общественного питания, баров и ресторанов. Этой лазейкой предприимчивые граждане, конечно, воспользовались. В Чебоксарах стали появляться заведения, которые косят под общепит. Только вот вместо меню у них винная карта. Там не накормят, зато напоят в любое время суток. В народе их называют разливайками. На сегодняшний день у нас в городе Чебоксары около 50 предприятий, пятийных заведений, которые нас очень настораживают. И мы ведем работу по их закрытию. Отличить их от настоящих заведений общественного питания несложно. Должен выполняться ряд требований. Определенное количество столов, кухня для приготовления блюд, два отдельных входа для посетителей и завоза продукции, туалет, отвечающий санитарным нормам. Вместе с представителями городадминистрации наша съемочная группа прошлась по четырем заведениям, где наливают алкоголь. Во всех выявили те или иные нарушения. Специалисты же пройдутся по всем подозрительным местам и проанализируют ситуацию. После нашего инвентаризации будет подготовлено предложение главе администрации, главе города Чебоксары о том, какие меры будут приняты для дальнейшей работы предприятий общественного питания, которые на сегодняшний день открываются только для реализации пива, пивных напитков и для реализации алкогольной продукции, не имея на это и не соблюдая при этом минимальные требования для открытия предприятий общественного питания. Борьбу с разливайками ведут не только потому, что там спаивают население. Дело в том, что большая часть таких заведений находится на первых этажах жилых домов. Подобному соседству жители, мягко говоря, не рады. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. В столице Чувашии выбирают почетного гражданина города. Отдать свой голос может каждый чебоксарец в числе претендентов четверо заслуженных жителей города. Каждый из них внес значительный вклад в развитие Чебоксар. В течение недели голосовать можно на официальном сайте столицы Чувашии. Среди претендентов Анатолий Леонтьев, генеральный директор открытого акционерного общества «Эйминвест». Он прошел путь от научного сотрудника до директора предприятия. Под руководством Леонтьева были восстановлены и обрели вторую жизнь ряд важнейших предприятий столицы республики. Следующий кандидат на звание – Майя Костина, мастер спорта международного класса по парашютному спорту, абсолютная чемпионка СССР, обладательница 70 спортивных медалей. Успешные выступления Майи Петровны внесли огромный вклад в развитие спорта в Чувашии – дело пропаганды здорового образа жизни. Проголосовать можно также и за Алексея Яковлева, участника боевых действий Советско-финской войны и Великой Отечественной. Он освобождал Сталинград, Львов, Киев, Харьков, Румынию, Болгарию, Швецию, Венгрию, Чехословакию. Алексей Алексеевич – активный участник военно-патриотического движения. Четвертый кандидат – Николай Григорьев, заслуженный врач России и Чуваший, лауреат государственной премии Чувашской республики в области науки, доктор медицинских наук, профессор. Татьяна Молокова, Республика. Напомним, голосовать за кандидатов на звание «Почетный гражданин города Чувашары» можно на сайте столицы республики до 10 августа. Движение «Жизнь» в Чуваксарах стартовал проект «Пути невыдуманных героев пересекутся» с участием известных спортсменов Чувашии. Праздники сильных духом проходят во всех районах столицы Чувашии. Наша съемочная группа побывала на одном из них и узнала, какие виды спорта предпочитают чуваксарцы. Научиться трюкам с баскетбольным мячом, освоить базовые движения робики и попрактиковаться в занятиях боксом. На стадионе 29-й средней школы разыгралась настоящая спортивная феерия. В мастер-классах от ведущих спортсменов Чувашии могли поучаствовать все желающие. Мы развиваем несколько направлений единоборств в Чувашской республике. Мы совместными усилиями хотим завлечь как можно больше детей к занятиям боевыми искусствами, потому что мальчики должны этим заниматься. И не только мальчики подходят, родители просят и девочек взять. Мы с удовольствием всех принимаем и всегда будем поддерживать развитие здорового образа жизни, занятия спортом, как можем. Такие праздники начали проводить не так давно, но уже полюбились горожанам. Вполне возможно, что кто-то из этих девчонок и мальчишек в будущем станет известным спортсменом. Тем более перед глазами живой пример. Это труд, огромный труд. Нужно заниматься не один раз, по два, по три раза в день. И результат придет рано или поздно. Это прекрасное мероприятие. Я думаю, для чего оно проводится? Для того, чтобы привлечь как можно больше людей к физкультуре и спорту. Эти спортивные встречи будут проходить и до конца лета. В столичной администрации отмечают, если проект станет популярным, его продолжат и осенью. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова